здравствуйте дорогие зрители канала крипто комманс я рад вас снова приветствовать в очередном выпуске ньюсблока крипто в котором расскажу самые актуальные и важные а также интересные новости конечно же из крипто мира и так сегодня в выпуске еще есть время новые правила отчетности по крипто в сша откладываются в гостях у bloomberg участники ежегодного экономического форума в давосе делятся с нами своим опытом ожиданием и видением о крипто китайская cvcb раскрыто первое дело об отмывании денег и снова взлом компания socket потеряла 3 3 миллиона долларов из-за старой как мир уязвимости и завершит наш выпуск обзор ситуации на рынке от джорджа танго оставайтесь с нами и так срочные новости налоговая сша откладывает запуск новых правил отчетности по крипто министерству финансов и налоговая служба сша объявили об отсрочке по новым правилам требующим предприятия сообщать о транзакции к цифровыми активами на сумму более 10 тысяч долларов данная отсрочка связана с тем что агентство работает над внедрением правил после изменений внесенных законом об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах но несмотря на это существующие правила отчетности по кассовым операциям остаются неизменными предприятия обязаны сообщать о поступлениях денежных средств на сумму более 10 тысяч долларов в течение 15 дней после транзакции ну и что такого скажете вы подумаешь а я вам сейчас все объясню как и любое государство сша очень любит считать деньги и особенно чужие и вот именно поэтому она и вводит требования отчитываться о любых более-менее на ее взгляд крупных движениях средств это что в настоящий момент американские компании могут получать и переводить сумма в крипто более чем 10 тысяч долларов не отчитываясь выглядит как невероятное желание регуляторов поддерживать начавшееся распространение крипто и в этом плане очень интересным выглядит короткое интервью на блумберг тв комиссара из комиссии по торговле товарными фьючерсами но вначале послушаем и минутное выступление генерального директора ripple бреда гарлингхауса напомню что прямо сейчас в давусе происходит мировой экономический форум участников которого блумберг приглашает на интервью в свой блумберг house и так брэд расскажи что ты думаешь о происходящем в мире крипто что ж начну я с того что скажу одна из великолепных вещей на пути эволюции крипто где мы в настоящий момент находимся заключается в том что мы с вами наблюдаем большое количество нанесенных же себе ран среди них урегулирования иска бинанс катастрофа с ftx и даже проблема цельси из или триэрус капитал это раны которые были нанесены сами же себе но потрясающая вещь данным классом актива в том что несмотря на эти встречные ветра биткойн не так далек от своего исторического максимума и одновременно с этим думаю о части связаны с соответствием закону ripple самых ранних дней очень серьезно относился к соответствию закону ведь все наши клиенты это институционалы находящиеся под законом поэтому соответствие закону мы относим во главенство при этом я понимаю что некоторые компании придерживались идеи анонимности но я понимаю что для процветания индустрии compliance должен быть во главе и не только в сша по всему миру и на мой взгляд в рынках где есть регуляторная ясность будет процветание и мы будем продолжать видеть дальнейшее развитие и сосредоточенность на проблемах которые технология может решить они только лишь спекуляции отличные слова бред ты привнес в мою жизнь еще больше уверенности но если серьезно то в целом он прав и в подтверждение этому давайте послушаем короткое выступление комиссара комиссии по торговле товарными фьючерсами карелла антифарм существуют разные подходы к регулированию блокчейн технологии и крипто и на мой взгляд это аналогично тому как и в любом другом классе активов глобальном классе активов поэтому необходимо задумываться о путях решения фрагментации рынка продвигая объединение регуляторов путем поддержки такими органами как совет по финансовой сабильности и международной организации комиссии по ценным бумагам будет очень полезным и я на самом деле предложила пилотную программу от лица си в тиси которая может стать связующим элементом для создания проекта по формированию хаба в стиле бюро промышленности и безопасности я полагаю что это нам поможет сделать шаг вперед по безопасным экспериментам и сбору данных для изучения этой технологии я думаю что юридическая интерпретация постоянно развивается и посмотрите ведь у нас есть законы которые регулируют интернет которые также регулируют и телеграф я думаю что замечательно наблюдать как наш государственный орган сам по себе развивается каролайн не похвалишь себя не похвалит никто правда но как и всегда в ньюсблок крипто мы умеем читать между строк а между строк ты сказала что в отличие от упертого и рудиментарного сек сейфтиси намеренно возглавить и зарегулировать крипто по самое некуда что ж и хоть на словах все выглядит красиво на самом деле время покажет продолжает наш выпуск новости из китая где было раскрыто первое дело об отмывании денег с использованием cvcb власти китая ликвидировали преступную группу которая предположительно использовала кошельки цифровых юаней или cvcb для отмывания в прошлом году незаконных доходов цифровой юань появился в китае с момента его пилотного запуска в шенчжене в октябре 2020 года наряду с тем что в июне проект достиг знакового объема транзакций в 1 и 8 триллиона юаней или примерно 249 миллиардов долларов криминальные элементы также способствовали его приросту сообщается что преступная группа цитата воспользовалась высокой конфиденциальностью цифровых платежных транзакций в юанях чтобы отмывать деньги уклоняясь от преследования что здесь можно сказать дорогой зритель только то что смех движемся дальше сокет потерял 33 миллиона долларов из уязвимости в проверке ввода данных протокол блокчейн взаимодействия сокет сообщил во вторник о взломе который привел к потере более 3 и 3 десятых миллиона долларов инцидент затронул кошельки предоставившие контрактам сокет одобрение на неограниченный объем компания по кибербезопасности хакен подтвердила что уязвимость возникла из-за недавно развернутого контракта она определила проблему как неполноту проверки вводимых пользователям данных что позволило злоумышленникам использовать контракт для несанкционированных переводов средств тем временем блокчейн разработчик франческо андриоли отметил в своем сообщении рад сообщить что пользователи свопов metamask защищены от данного взлома шлюза сокет дорогой зритель долгие выводы я здесь делать не буду ведь ты мою позицию прекрасно знаешь в твоей работе с defy не должно быть никаких открытых разрешений сделал операцию и перевел средства на холодный кошелек но даже в таких действиях всегда используя одноразовый адрес пожалуйста об этом не забывай и завершает наш выпуск аналитика происходящей ситуации на рынке от джорджа танго джордж что там по рынку вся капитализация рынка возвращается много зеленого сегодня очень много зеленого и это хорошо медленно но верно мы растем обратно к тому где мы были пока еще не совсем но мы возвращаемся и это очень хорошо и главное что это не неожиданно я вам ребят говорил когда речь заходит о биткоине и о крипто нужно лишь немного набраться терпения задумайтесь мы сейчас находимся внизу что нужно воспринимать как возможность к усреднению покупаете низы вот так просто это лучшее восприятие ситуации она есть кое-что важное и начну я с фиделити которая конечно же является крупнейшим менеджером активов на планете которая отвечает на различные вопросы о биткоине вероятно ли или вообще возможно конкурентом заменить биткоин и если технически возможно конечно же существует множество крипто и множество клонов но биткоин сообщества и его сеть на самом деле скопировано быть не может и это стопроцентная инфа bitcoin open-source проект вот почему у нас есть лайткоин доги коин а те кто в теме очень давно помнят физер коэн и очень многие другие монеты ведь они же все копия биткоина вы можете скопировать программный продукт но вы не можете скопировать сообщества держателей майнеров верно вы не можете взять и скопировать сеть и это очень важно теперь с точки зрения того где мы находимся до мы в трех месяцах от халвинга и если мы посмотрим на предыдущие циклы то увидим что находимся мы в точности там же где и были в предыдущих циклах да это вот так просто и это совсем неплохо это абсолютно неплохо потому что если мы посмотрим на вот это где биткоин прямо сейчас находится то увидим что он на полпути этой радужной карты и повторюсь если вы увидите где в предыдущих халвингах был биткоин то увидите что параболический подъем цены буквально в каждом цикле начинается после халвинга и угадайте что четвертый халвинг уже на подходе так что ничего не поменялось а мы с вами постепенно восстанавливаемся к предыдущим верхам верно после чего мы прорвемся в дребезги через него сформировав новую вершину и ничего на самом деле не поменялось и я думаю что и те в только все ускорит ведь вы знаете что многие считают что уменьшающиеся прибыли не позволят нам подняться также высоко и мы уже не увидим экспоненциальные прибыли как раньше но кто знает что сделает и те в когда миллиарды и миллиарды и даже триллионы за триллионами будут поступать так что кто знает и если мы посмотрим на биткоин и на то где мы сейчас находимся посмотрим на предыдущие циклы на эти массивные движения то поймем что они снова идут определенно они на подходе поэтому не время смотреть на ситуацию по медвежье не нагнетайте себя в sns это ваш худший враг когда речь идет о страхе только вы можете заставить себя сделать panic sell так что не стоит этого делать джош благодарю тебя за интересную и познавательную аналитику надеюсь суть я уловил правильно светлое будущее впереди но главное не забывайте что решение вы принимаете только сами а все сделанные аналитические выводы не являются финансовым советом но при любых раскладах я надеюсь что информация которую мы вам сегодня рассказали была для вас интересна и полезна поэтому лайк подписка и комментарии о которых вы и так сами знаете будут крайне уместны на этом я заканчиваю наш выпуск желаю вам удачи и до встречи в следующем выпуске